Мы были в лесу, уже садим-садим, а тогда еще не помню, как полетят немецкие самолеты, так станут страшить, так и убивали людей, ну, всего же было. Стальные крылья с крестами разделили детство шестилетней Жени Гуревич на до и после. Все ужасы войны маленькой жительницы деревни Заболоте, что в Гомельской области, пришлось пережить в одиночку. К моменту, когда немцы пришли в ее деревню, девочка уже была сиротой. Мать умерла, а отец погиб на фронте. Но судьба приготовила ей жуткое испытание, имя которому – Азаричи. Машина смерти была запущена фашистами в белорусском лесу рядом с деревней Азаричи. Здесь убивали холодом, голодом и болезнями. Лагерь был создан на болоте, чтобы избавиться от нетрудоспособного населения – коллег, стариков, женщин и детей. Замысел чудовищный. Мирное население должно было стать живым щитом и бактериологическим оружием против наступающих войск Красной Армии. Немецкий самолет, на борту которого находились нацистские микробиологи, запустили процесс умышленного заражения сыпным тифом. У больных узников была дикая жажда. За сутки они съели в лагере весь снег. Вместе с односельчанами по дороге смерти брела и маленькая Женя Гуревич. Осколки детских воспоминаний – это дикие крики, растоптанные дети под колесами немецких машин, колючая проволока. А еще цепкая память ребенка запомнила звуки. Под сводами неба в разных концах лагеря раздавались голоса матерей и детей, потерявших друг друга в пути. Дорога в Азаричи навсегда разлучила Евгению Гуревич с трехлетней сестрой. Время полностью стерло родные черты. А вот боль утраты нет. Батькам и сестры были тоже в Азаричах. И они все так говорили. Ехала машина и собирала детей-сирот. И мы ее посадили в машину. И посадили, и по сегодняшний день я не знаю и не ведаю. Из лица не помню, какая она была. Лагерь Азаричи просуществовал всего 10 дней. Но за это время унес жизни 20 тысяч людей. Всего на территории нашей страны насчитывалось свыше 260 фабрик смерти. Откуда не вернулись полтора миллиона белорусов. Почти половина концлагерей были сосредоточены в Могилевской области. Про некоторые из них до сих пор известно не так много. Например, свои Азаричи могли случиться на берегу Днепра в 1944 году под Могилевым. Здесь, на краю немецкой обороны, заложниками смертельного периметра стали 3000 мирных белорусов. Если бы не такое скоротечное наступление Красной Армии, жители города, узники в данном случае лагеря, они просто умерли бы от голода и от заболеваний. Это действительно могли бы быть наши Азаричи, потому что планировалось непосредственно перед наступлением частей Красной Армии узников инфицировать. Эти желтые папки не видели солнечного света десятки лет. В архиве фильтрационные дела хранятся как ценные артефакты при определенной температуре. Долгое время они молчали, но пришло время им заговорить. Прокуратура продолжает работу о геноциде белорусского народа. В ходе расследования уголовного дела на Могилевщине допрошено более 2000 лиц, в том числе еще живых узников и очевидцев ужасов фашистских лагерей. Кроме того, осмотрено и проанализировано не одна тысяча архивных документов. Читая протоколы допросов свидетелей тех событий, ужасаешься тому, как обычных мирных граждан заключали в лагеря вместе со своими близкими, каких под конвоем гнали по несколько дней подряд до того или иного лагеря. Статистика, цифры и факты. Тысячи документов, может, и не несут той эмоциональной нагрузки, которой пронизаны рассказы последних очевидцев тех страшных событий. Чтобы раскрыть перед молодым поколением белорусов двери правды, взрослые готовы использовать разные ключи. Говорить на понятном для них языке столько, сколько необходимо. Зал геноцида, созданный в подвале Могилевского экономического промышленно-технологического колледжа, занимает всего несколько квадратных метров. Здесь трудно дышать, но душат не стены, а картины. Все они выполнены руками учащихся. Это реплики на полотна серии «Цифры на сердце» известного белорусского художника Михаила Савицкого, который прошел весь ад немецких концлагерей. Спустя почти 30 лет после войны он напишет самые жуткие картины, где языком кисти расскажет о том, что пережил. Побег была одна из самых сложных моих работ, потому что нужно было передать эмоции людей. И это страшно, когда ты видишь трупы людей, которые тоже хотели сбежать, но их просто задавили. Прежде чем взять в руки краски, тогда еще первокурсница Альбина Грекова перечитала много литературы. Тема геноцида тронула девушку до глубины души. Говорит, писала не кистью, а сердцем. Я рисовала, у меня просто дыхание замиралось, когда я это все рисовала. И очень страшно. Получается, вот начали, вот видны были эти трупы, и к концу уже я видела всю эту картину, и очень страшно было даже смотреть на нее. Я показывала своим родителям, и как бы моя мама чуть ли не плакать не начала от этого страха и ужаса, который я на картине нарисовала. Учащимся, конечно, интересно сюда приходить, интересно почерпать новую информацию, потому что визуально можно это увидеть собрано в одном месте. Не нужно искать это из разрозненных источников, не нужно поднимать какие-то интернет-страницы, не нужно по факту открывать какие-то учебники, потому что здесь собраны выжимки того, о чем хотели сказать авторы этого музейного комплекса. В мрачном зале есть и яркие краски. Завершают экспозицию «Партизанская Мадонна» и «Радуга» на потолке. Они говорят, что жизнь продолжается, и во имя правды будущего, правда прошлого обязана жить. Юлия Мычко, Василий Лосенков, Могилевская область, СТВ.